Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 3 декабря уже, чуть не сказал, ноября. Сегодня мы с вами находимся в моей резиденции. Это тот самый хутор знаменитого, который я сделал знаменитым. Это тот самый сад, который не имеет аналогов по некоторым показателям. Вот. Значит, сегодня мы продолжим тему заготовки сиренков. Я много рассказал, сидя на кухне в городской квартире. Я много рассказал, сидя в погребе, там, где хранится запас сиренков. Я уже несколько раз вас водил по саду, и эту тему затрогал, но это учеба, учеба, это повторение, и сейчас мы будем более тщательно смотреть. Почему? Потому что у меня осталось чувство недовлетворенности. Я не все рассказал, и вы не все знаете. И пока не узнаете до конца, у вас таких садов не будет. Не будет! Дед, я вам это докажу очень-очень тщательно и доходчиво. Дело в том, что черенок черенку рознь. Вот. Разница между ними огромная. Черенки, которые я делю на А, первого класса, Б, второго класса, В, третьего класса. Еще раз говорю, все, что вы сейчас увидите и услышите, Вы не просчете ни в одном учебнике, ни в одном академическом издании, Ни в одном докладе, ни одного профессора Ченкора, Ни в одном статье, ни в одном видеофильме. Никогда. Почему? Потому что это надо было специально разбираться. Я не раз видел, в последнее время, мода пошла на видеоролики. Если я смотрю на парня, которому 30 лет, И он меня, 65-летнего, учит, Как надо прививать, как надо заготавливать, Вот. А фактически губить деревья, Меня в шоке. Я не признаю ни одного человека, Который меня может учить, который меньше 60. Потому что из этих 60, хотя бы 30-40 лет, Он должен был посвятить садоводству. Деревья есть молодые, среднего возраста и старые. И надо это все различать. Почитайте Мичурина. Хотя, сейчас даже ученые будут смеяться, Если я им посоветую Мичурина почитать. Могучее, окрепшее дерево, это одно. Его отношение к прививкам одно. Молодое дерево, более пластичное. Там совсем другие варианты. Но, я понимаю, что, да, наверное, я буду с вами проходить. Нет, не наверное, а точно, я уже пообещал. Проходить Мичурина. Вот так будет его грузбух. И открываем, цитирую и говорю, да, это так. Цитирую и говорю, да, это тоже так. И в третьем случае так. Но! Задачи разные. Понимаете? И даже вот эти вот черенки, они все разные. Еще раз говорю, первый класс, второй класс, третий класс. Первый класс будет идеальный сад, настоящий, никогда не погибающий. Я их называю, как не бессмертными, я уже забыл, как я их называю. Не умирающие, ну, потом вспомню. Второй класс. Ну, приходится с этим мириться, иначе нам просто не хватит черенков. Ни питомникам, ни нам любителям, ни нам этим самым полупрофессионалам. Улица 9-й час. Не знаю, видно ли, не посмотрел, камера окошка. Пока светает, я решил начать разговор в тепле. Я уже нарезал черенки, я их резал с поларем в темноте. Морозы отступили, сейчас 3 декабря где-то минус 5. Вот, но черенки, учитывая, что были 20-25 градусов мороза, у нас теплый край. Для ноября это, ну, то есть для Сибири это нормально. Так вот, учитывая это, полное засыпание деревьев произошло, и если мы днем будем ходить, вы только на некоторых яблонях, особенно колновидных, увидите листья до сих пор не опали. А все остальное в этом году успело уснуть вовремя. Это гарантируется качество черенков. Но качество черенков гарантируется еще и другим. Я, смотрите, что здесь написано. Видите, манчжурский абрикос. Отдельная тема, какого черта я его нарезал. Это отдельная тема. Для чего я вам это показываю, остальное покажу там. Вот здесь, кстати, экономия вот эту самую, упаковку. Здесь еще и волочная вишня. Скажите, на черте люди волочная вишня еще в виде прививок. Ничего, ищенные мэрлы испытатели, ищенные мэрлы народные селекционеры пригодятся. Знаете, если на этой волочной вишне была привит персик, персик погиб или жив. Я показывал, половина погибла, половина жива. Но гены персика уже вот тут ничем на персик не стало. Но плавистали чисто сладкие. Доказательство, сколько у меня гостей. Так, теперь, значит, смотрите сюда. Обращаю ваше внимание. Видите? Обрезаны не тут. Как бы это показать-то? Обрезаны не тут. То есть ветки взяты не вот эта часть. Вот она еще где-то ей, ну, сантиметров 40-50 она. А отрезана от самого основания. А вот это выброшено. Вот это принцип делим вначале. Там то, что я говорил, первый класс, второй класс и третий класс, это мы потом. Это особый разговор. Вот, с каких, получается, неубиваемых... О, слово вспомнил. Я их называю неубиваемые сады. Нет, руками можно убить, как принято у нас. А природа уже не убьет. Вот. А сейчас другая градация. То есть, если взять вот эту часть. Ну, здесь есть покороче, которая, вот, например. Это не от него отрезано. Это все отрезано было от оснований. И этот длинный, и этот короткий. Но я его использую в данном случае условно, гипотетически. Как будто это был целый. Вот. Как будто я разрезал. Вот эту, с этой части вам сделают прививку. Я потом покажу в саду. Я черенки получаю. А надо брать вот эту часть. Вот это, поймите, как бы неудобно. Говорить взрослым людям. Зарубите на носу. Но, как с адонными новичками, я говорю. Зарубите на носу. Вот это выбрасывается. Если это, вот здесь отрезано было от ветки основной. Значит, полноценная. А если она, верхняя часть вот этой ветки. Специально так показываю. Вот это выбрасывается. Вот это остается. От нее вот самая ценная часть. Потом вот это, вот это. Это тоже выбрасывается. Просто, когда я буду высылать, мне стыдно высылать вот такой. Меня не поймут. Но я же параллельно учу. То есть, высылаем максимальной длины. С надеждой, что вот эта часть будет выкинута клиентам. Просто длинная, это значит более товарный вид. Понятно, да? Вот, и так, получается, что большинство питомников, я уже говорил, дальше идет, потом на месте покажу. Пока святая, крайняя пополая. За это время я вам хочу лишний раз напомнить, о чем речь идет. Питомник вырежет почку. Эту, 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 эту. Не важно, в данном случае речь не о сливе, а не о вишне, не любой вид. Вот. И каждую почку пустит дело. А я вам потом покажу, что уже на месте. Буду подводить каждому дереву. А у меня что интересно, чем хорошо. Вот это мной привито, вот этим я горжусь. А это тоже мной привито. А веточка-то из посылки. Я вам покажу, что сразу получается, потому что всегда и все мне присылают верхушки. Кроме, называю там, фамилию Латинкова, да. У меня отлично пошли его эти самые сорта. Вот. Раньше это был Чернышов. Вот. По-моему, и все. Мараховская Москва. Все. Закончился это. Список закончился. Вот череши мне, это, почти незамерзающую, Сорокинскую, прислали с Волги. Ну, вот как бы отозвался тот, кто ее прислал. Вот, благодарим, не мое, но надо же тогда. Не было компьютера, не было связи. Ну, не знаю, не помню, а жаль. Он в этом году наелся черешни. Черешни Бондара и черешни этой самой Сорокинской. Кстати, черешни тоже. И некуда было мне деваться. Знаете, это самое. Я когда, я вам сейчас объясню еще, это чисто моральный стих. Я, например, вот она черешня, сейчас, чтобы видели, что я не голословен. Не голословен, не голословен. Ага, вот она черешня. Это все, что я срезал. Жалко, неимоверно жалко. Вот видите, написано, Сорокинская. Я всегда относился к садоводам в двойственном плане. То есть наши и прочие. Не чужие, но прочие. Почему? Когда я выписывал черенки незнакомым людям. Свои-свои. Обмен там, дружба, поцелуи. А вот когда человек незнакомый или чужой, я всегда писал у вас, почему мне прислали черенки охоты. Я писал волшебную фразу. Пришлите, пожалуйста, самое лучшее. Я плачу любые деньги. Цену назначаете вы. И никто цену не загибал, кстати, но прислали охоту. Сейчас я отказал уже сотни. Уже второй сотни отказываю. Потому что это же все гибель дерева. А когда человек примерно такую же фразу написал в письме, я не смог устоять. Потому что это наш человек. Я ему нарезал вот. Вот это черешни трех сортов. Самые неубиваемые в мире. Самые северные. Самые морозостойкие. Я сейчас мог бы срезать их штук 500 и все продать. Я бы заработал 50 тысяч рублей. Я снова гляжу. Я бы заработал 50 тысяч рублей на 500 черенках только черешни. Вон они, я их сколько раз показывал. Ветки отборные, отличные. Деревья-то молодые. Но я этого не делал. Вот все, что я срезал. Все. Больше ничего не будет. Почему? Занимайтесь. Сами. Если мне с Волги прислали, по-моему, то ли с Нижнего Новгорода, то ли с Великого Новгорода. Если оттуда прислали, что вы там без черешни-то сидите. Ну, не стыдно. Человек пишет, 40-летнее дерево. Черенки прислал отлично, значит, еще и приросты дают. Вот. И 40 лет у некоего Сорокина, она плодоносила, ее назвали Сорокином. Ну, вы че, Волга-то? Теперь от меня из Сибири ждете, когда я в Сорокинскую пришлю. Пришлю только одному человеку. Так. Разговорился. И так, значит, сейчас вы убедились. Так, кстати, чтобы опять меня сказать. Да вот, кончики нарезал. Ну-ка, глядите. Кончики я нарезал. Это не ради этой съемки. Я вначале нарезал, потом плюнул. Думаю, вот уж рассвет. Я успею вам это все рассказать. Кончики я нарезал? Или нет? Видите? Вот это и есть настоящее. Я на этих кончиках так наплакался, что сейчас пойду в сад. И буду вам про эти кончики рассказывать. Вот. Вот это и все, что я отправлю до недели. Сколько я тут заработаю? Если тут 100 штук. Есть тысячи рублей. Я не разбогателил. Вот, считай, сколько я тратил денег. Я не разбогателил. Я только свою верну. Так, ну вот. Теперь одеваемся. Вот он рассвет. И вот. Еще 20 минут подожду. И в сад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...